Я не знаю, помните вы там, на чём мы остановились? Мы там остановились на том, что пытались отыскать некую новую методологию для того, чтобы рассматривать старые объекты, да, с каких-то новых позиций. Вот у нас есть как бы объект, который мы исследуем — это сознание, другое мышление. Для того, чтобы к ним подвинуться, для того, чтобы понять, что это такое. Возможно, надо просто поварировать методологию. Возможно, что-то здесь, может быть, можно будет сделать. Я потом Антону звонил, уже после того, как семена закончатся, да, в том, что вот есть такая интересная методология, называется симптоматология, да. Она там, ну, характерна для медицины, да, как определяет? Мы смотрим хаосом, мы знаем, как это определяет. Да, то есть есть болезнь, да, есть у неё какие-то там признаки. И болезнь, сама по себе болезнь недоступна, но она как-то что-то такое потустороннее, да. Её определяет по неким каким-то признакам, которые доступны в объявлении. То есть это что-то является, допустим, мы знаем некоторые феномены сознания, да. Мы можем по этим феноменам пытаться выстраивать, как она на самом деле существует конструктивно, да, как-то вот в смысле болезни, да. Но только тут не болезнь, тут просто аналогия такая, метафора. Здесь причём, чем хороша такая методология, что здесь тут нет причин следственной зависимости, да, только... Замечательно, сознание как болезнь. Вообще-то есть даже такое... У нас Иди как-то пытался обосновывать этот тезис, что сознание, в принципе, изначально болезнь, что оно паразитирует как бы на таком... Интересно, болезнь? ...человеческом организме. Болезнь, а... Организмом? Да, человеческом организме. Вот, иначе говоря, существует некая естественность, да, это естественность проявляется в том, что животные сознание не имеют, да, вот это они как бы здоровые, а человек стал больным животным. О чём состоит его болезнь? В том, что у него есть сознание. Сознание – это некий паразит, как вирус, да, оно оккупирует организм человеческий и на нём паразитирует. То есть заставляет его как-то по-другому существовать, чем существует животное, неестественным образом. Отсюда все наши религии, культуры и прочее, и прочее. Все искусственное. Но если считать, что естественное само по себе является правильным, истинным, и надо обязательно, во что-то это не стало, как те агенты, вернуться к естественности, выбросить все предметы, которые сопровождают нас, может, разрушить дома и жить в бочку. Или на деревьях лучше. Кстати, забавно, так вот подумаешь, какой-то век был там, какой-то там до нашей эры Диагин, да? Да, до 400-х где-то. То есть это не сейчас, когда там мобильный телефон, а тогда уже человек забирался в бочку. Тогда уже. Что он, просто сейчас, с нашей точки зрения, что он вообще выкидывал из своей жизни, что там? Он выкинул в чашку. В чашку, да. Потому что увидел мальчика, который руками зачерпывал воду и пил из рук, из ладоню. Он выкинул ложку там, я уж не помню на каком основании. И так далее. Ну, может, и с рукой еще. Ну, самое прикольное, что он нужду справлял прилюдно там. То есть, никак он не видел это ничего особенного. И так далее. Ага, не только. Ну, ладно, это как бы мы отклонились. Он все делал прилюдно. Но суть вопроса состоит в том, что это одна из возможностей, да, варьировать методологию. Можно рассматривать сознание вот с этих позиций. Тогда мы как бы, чем она хороша? Она хороша тем, что нет причин и следствий. Поэтому у нас есть как бы две возможности. Мы рассматриваем мышление с позиции причины следственной, как бы методологии. И рассматриваем сознание с другой позиции, да, как бы, где методология другая. И методология симптоматическая. То есть, есть некие симптомы, мы их пытаемся обнаружить. Почему это надо? Потому что предметы разные, да, и у них, как бы, мы должны, значит, и методологии. Их исследование, по крайней мере, может быть разное. Может быть, она должна быть разная, но это надо доказывать. Но она может быть разная. Ну, и с точки зрения вот этих симптомов, да, вот, можно там, например, сразу же сказать, что вот, во-первых, переживание, да, многообразие переживаний. Во-вторых, вот, то, что мы называем, то, что люди называют бытием, да. Подожди, симптомы чего? Симптомы сознания. Ну, как вот сознание себя проявляет? Вот различие бытия и сущего. Это различие дает сознанию. Потом симптомы всякого рода переживаний. Да, то, что Кант называет внутренним чувством. Потом внимание, да. Ну, это я просто пытаюсь какие-то найти ближайшие симптомы, на которые надо обратить. Ну, ты без системы сейчас говоришь? Пока без системы, да. Просто я пытаюсь как-то то, что... Пишет на доске. Не-не-не, я просто пытаюсь как бы бросить для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, какие еще симптомы. То есть некие феномены, да, вот, они как бы уже в языке даже существуют. Да, просто можно сразу убедить, что есть, например, феномен внимания, да, и никто этим феноменом не занимается. Вообще. Будто бы нет такого феномена. Ну, почему по интенциональности угустули? Так вот, интенциональность угустули, правильно, но все равно, это интенциональность, как понимается, как внимание. То, что он говорит мышление, как мышление О, сознание, как сознание О. Вот надо это тогда тоже разбираться. Что он там имеет в виду? Он имеет в виду, в принципе, связанность, да, что мысли, да, всегда есть мысль о чем-то. Он имеет в виду... Не, но у него и разработана отчасти эта тема внимания, уже хотя бы исходя из того, что у него есть различия вот этого объекта и фона. Если есть фон и объект, и как бы вот этот прожектор выхватывает объект, ну, фон присутствует. И мы переходим от объекта к фону, и из него вынимаем какой-то объект и обратно, то есть вот это, так сказать, каким-то образом там попытался он раскрыть. Но суть в том, что это именно перенос внимания, не просто как бы мышление О. В принципе, да, согласен. На самом деле, ну, я просто, если честно, я просто этого не знаю, просто ничего же возможно знать. Наверное, может быть, у него это и есть, да. Просто вот надо, ну, по крайней мере, это у тех философов, с которыми вот я плотно общаюсь, да, допустим, гейдер, хан, что-то и как-то про внимание у них вообще как-то все обойдино. Есть такой вроде феномен существенный, а что же такое как бы не рассматриваться. Хотя это, мне кажется, важно. Именно важно с точки зрения, что такое сознание. А потом это еще феномен Я. Я вот считаю, что феномен Я – феномен сознания. То есть вот мы что-то называем Я. И это Я – есть некий феномен именно сознания, не вышло. То есть у нас вот Я есть, как бы, есть само слово сознание, да. Тут еще в чем трудно состоит? Вот пока я, как бы, называю все то, что в языке зафиксировано, да. А надо еще попытаться разобраться, что же, помимо того, что в языке зафиксировано, что же еще в опыте дается. То есть какие-то различия здесь попытаться еще обнаружить. Это первая задача, на которой мы остановились. А вторая задача, как бы, составила в том, чтобы исследовать вот этот вопрос о двух субъектах на философии Декарта, Канта и Дегеля. Собственно, как бы, я этим больше занимался. Потому что симптоматологию двигать – это не такая простая вещь, да. Это надо заниматься усмотрениями, да, как бы, реальности. И тут еще проблема состоит в том, что еще язык мешает усмотреть. Потому что язык всегда спешит, язык всегда пытается перейти от некоего данности феномена к высказыванию о нем, да. Он, как бы, он уже в самом даже вот усмотрении уже пытается сделать некое высказывание. Да, то есть сразу уже, вот, например, зафиксировать некую связь, да, уже, и сразу перейти в мышление. То есть вот именно хочет вот выхватить, да, убежать от самого феномена. Можно просто феномен удерживать и говорить, вот этот некий феномен, да, там, а. А язык уже, как бы, подсовывает какие-то возможности, которые можно использовать для того, чтобы пытаться этот феномен понять. И вообще, как бы, я вот какое-то время сейчас боролся с языком, если так можно выразиться. Ты молчал, что ли? Нет. Молчание – это разве борьба, молчание – это проигрыш, наоборот. Я пытался, язык предлагает одно, а я вот по-хитрому пытался что-то другое. Так вот, по поводу, теперь, как бы, я вот считаю, что важен, вот, первая задача-то, она остается просто в виде, ну, задачи постоянной, вот, это, придумать какую-то новую методологию, да. А вот вторая задача, задача попытаться понять, как у Гигеля, у Канта, там, как у Декарта, все. И, с точки зрения вот этого усмотрения, вот, задачу от двух субъектов, я, на самом деле, переформулировал, задачу различия мышления и сознания. Ну, есть два субъекта, есть одно субъект, которое принадлежит сознанию, а другой субъект – это мыслящий, да. Бесполезно, как бы, вот, разговаривать с термином субъектов, потому что таких терминов, таких двух субъектов никаких нет, ни у Гиги, ни у Канта. Можешь только разговаривать с термином, что вот есть мышление, есть сознание, что они различны. То есть, если они, почему они различны, как бы, я этот вопрос оставляю пока, да, как бы, пытаюсь просто понять его. То есть, у меня есть гипотеза, что мышление и сознание, они различные, и они должны, значит, по-различному проявлять себя в этих философиях. Потому что, если этот феномен, на самом деле, проявляет себя, да, то он должен, отождествляет ли это Канта и Егель, или нет, он все равно должен как-то везде проявляться, должен показывать себя, да. Потому что, если это реальность, то реальность ведь никуда не денешься с этим. Может, сколько угодно говорить о том, что здесь, но все равно, если они различны, то они, значит, как бы. Значит, они различны, да. Просто здесь надо немного Кантовской философии узнать, но я могу рассказать, в чем состоит, на самом деле, проблема, которую я обнаружил у Канта. У него же как получается? У него получается, поскольку форма является априорной, но прежде всего, это очень важно для анализа того, что у Канта называется рассудка. Поскольку понятие является ни с чем-то априорным, у него возникает задача оправдать, почему они могут быть применимы по отношению к созерцанию. Поскольку, если это, если, что значит априорные понятия, значит, есть ли понятия. Вот, смотрите, поскольку понятия, ну, что значит априорные? Априорные, значит, они не от мира, а от субъективности, то есть их порождает наша познавательная природа, да. Ну, то есть они порождены нашей познавательной природы, особенностями нашей познавательной природы, как бы. И поэтому надо, вот, он называет это дедукцией, да, дедукцией чистых понятий, дедукцией категорий. Надо совершить некую дедукцию, где под дедукцией он понимает оправдание возможности применения понятий. Если понятие чисто наше, чисто нашей формы, почему эти формы могут быть применимы, так сказать, к миру? Да, к тому, что дано в созерцании. У него там очень интересно разворачиваться эта дедукция, как бы там. Он как ее обосновывает? Он обосновывает как раз на том основании, что есть, ну, называется это единство перцепции, что называется. Ну, на самом деле, нормально, у него там другой термин, единство самосознания. Мы будем говорить о единстве самосознания, чтобы вот это, нет, единство перцепции, как бы термин такой непонятный, там, лебницевский. Трансидентальная единство перцепции. Просто это термин лебницевский, да, как бы он такой, ну, не знаю, там. Мне, в общем, не нравится, как бы, у него есть другой термин, там, который, как бы, является синонимом. Единство самосознания, да, вот этот термин более интересный. Так вот он говорит, что на каком основании категории и легочистые понятия могут применяться в опыте. Поскольку всякое созерцание, вообще всякий опыт подводится под единство самосознания. То есть, представьте, вот есть некое, что такое единство самосознания? Вот есть некое тождество я, или там, тождество субъекта, там, или единство самосознания. Это то, что мы называли сохранение во времени, или сохранение многообразия, да. Вот, я, как бы, стоит и сохраняется, оно никуда не течет, да. Оно является той точкой отчета, относительно которого все остальное течет, да, относительно которого все остальное есть нечто, которое называется опыт. Да, вот оно сохраняет себя, и оно остается одним и тем же. Вот это вот называется единство самосознания. Он говорит, что если я стоит, да, как бы, если оно, вот, не течет, если оно единство самосознания, да, то поскольку все должно подчиниться этому принципу, ну действительно, если я стою, то весь остальной мир подчиняется принципу моего единства. Это все должно подчиниться, и поскольку оно подчиняется этому единству, то тем самым это единство, вот это вот я, единство я, применимо ко всему миру. Ну, здесь как и простая логика. Простая логика состоит в том, что если я формирую некую систему отчета, то имею право, относительно системы отчета, все остальное приводится к этой системе отчета. Оно само по себе может быть какое-то на самом деле другое, но поскольку система отчета заставляет его быть определенным, эта определенность как бы, она проявляется. Проявляется в опыте. Я стою в опыте, и все становится чем-то, что относительно это я определенным. Это понятно или нет? Потому что это важно. Понятно. Тут, в чем тут особенно состоит? Особенно состоит в том, что вот это вот единство самосознания, это есть некое реальное единство. Это не какое-нибудь там понятие, да? Вот я вот реально в своем опыте остаюсь тем же самым. Я как бы являюсь чем-то, что сохраняет себя. Я являюсь неким тождественным, себе тождественным, да? Вот, вот. Он на этом основании утверждает, далее, и это важно, что вот у нее есть такой интересный ход. Далее интересный ход как раз связан с тождеством сознания и мышления. Смотрите, как он говорит. Он говорит, что должно быть возможно, чтобы представление «я» мыслью сопровождало все представления. Возможно? Должно быть возможно, чтобы представление «я» мыслью сопровождало все созерцания и представления. В чем тут смысл? Смысл состоит в том, что у него на самом деле сознание и мышление это одно и то же. Или иначе говоря, как я теперь выражаюсь по-другому немножко, единство, вот это реальное единство субъекта, или там единство самосознания, он понимает как единство понятия. Вот есть логическое единство понятия. Что значит логическое единство понятия? Понятие, оно же является чем-то таким единым, что применяется ко многим единичным сущностям. Например, есть понятие животное, есть какие-то кошки, собаки и так далее. Понятие животное ко всем к ним относятся. Это называется логическим единством понятия. А что такое единство самосознания? Единство самосознания – это некое реальное единство, которое проявляется в опыте. Я в опыте остаюсь тем же самым, несмотря на то, что опыт является многообразным, несмотря на то, что время течет, много что меняется, что-то происходит вокруг меня, я все равно остаюсь тем же самым, я сохраняю себя, я остаюсь неким тоже, который стоит. И вот он считает, что тождество самосознания и тождество понятия – это одно и то же. Что тождественность понятия, которая проявляет себя в опыте, и тождественность сохранения «я» – это одно и то же тождественность. Иначе говорят, что реальное единство самосознания и логическое единство понятия – это одно и то же единство. Именно поэтому он говорит, должно быть возможно, чтобы я мысль сопровождал все представления. Потому что у него мыслить и сознавать – это одно и то же. Если я в самосознании это и сознаю, и остаюсь себе равным, то ведь это нечто реальное единство, какое-то реальное единство, которое я просто смотрю в опыте. А мышление есть некая, как теперь я уже просто перекажу на наши термины, а мышление есть некая только способность. Какая способность? Способность подводить, нет, способность мыслить всеобщим. Мы мыслим всеобщим тем способом, что у нас есть некие понятия, и эти понятия являются чем-то общим по отношению к единичным. У нас вот есть родовидовое отличие. То есть понятия это как роды, роды сущего. И они, например, как категории, некие способы, каким мы усматриваем реальность. Способы, какими они можем говорить в общем виде. Так вот, понятия являются чем-то единым. Но единым в том смысле, что они логически едины. Что есть некая возможность логического применения понятий ко многим единичным сущим. И тем самым понятия обладают действительно единством. Но это единство другое. Именно это единство имеет в виду, а не то, что они обладают единым смыслом, что ли. Так это и есть, единый смысл, это и есть. Просто они же тоже стоят. Они тоже стоят, правильно. Дело не в том, что они там понятия животного объединяет, кота. Тоже стоит, дерево стоит, и что? Нет, я имею в виду, смотри, что понятие стоит, ты все правильно говоришь. Только они понимают и я как понятие. Понимаешь? То есть я точно такое же понятие. Я не... Вот я ведь некая реальная сущая. Вот, например, как у Хадеггера. Я есть дозаин. Он уже не является понятием. Он даже в принципе отказывается. Не, ну можно по-другому сказать, как бы трансидентальная философия, там есть такое понятие идеального, да? Ну, по-моему, по крайней мере, вот у этого, у того же Гуссерля постоянно вот идеальность, идеальная и прочее. И вот понятия, идеи, там, в прошлом, да, идеи, теперь понятия, они являются идеальными. И я является идеальным, так сказать, объектом. Вот смотри. Как бы внутренним, понимаешь, и моментом. Правильно, только разница состоит в том, что я может быть понятием. Есть я как понятие, а есть я как реальность. Вот что я хочу различить. И, конечно же, я является для нас в том числе и понятием. Но есть я как реальность, есть я как понятие. Если я говорю про я как понятие, то это понятие ничем не отличается, конечно, от других понятий. Как любое понятие, оно точно так же подчиняется... Просто есть вот это какое-то загадочное различие, а может и нет, я не знаю, но у меня такие ощущения, внутреннего и внешнего. И словно бы понятия все как бы внутри. Внутри они идеальны. И я тоже внутри сферы идеальности, и тоже идеально. Не в смысле того, что оно понятие. Оно и понятие одновременно. Но оно просто внутри. А вот все, что, так сказать, эмпирично, все, что не идеально, соответственно, все, что созерцаемо, это где-то там в обне. И оно не идеально. То есть просто как бы понятия и я, они находятся вот в одной этой сфере. Может быть так, нет? Нет, это я просто пытаюсь защищать. Нет, все правильно. То есть ты говоришь, что все правильно. Просто я-то действительно... Просто... Это одно и то же. И если единство самосознания, да, реальное единство сознания, то есть единство, логические единства понятия, то тогда получается, что в созерцании уже есть мышление. Потому что то созерцает, созерцает сознание, созерцает это же самое я. Если это я в изначальном своем смысле есть мышление, то тогда нет никакого чистого созерцания. Тогда все есть мышление. И созерцание-то просто все это частный вид мышления. Так вот, например, так четко выражено это у Гегеля. У Канта это не четко выражено, да? А у Гегеля все. У него ничего кроме мышления нет. Но Гегель-то, кстати, и не прибегает к таким вот этим, к такому обоснованию. Но это как раз... Так, Гегель мы делаем. Идя-то движется. Да, у него же. Иначе как бы у нас... Да, ладно. Хорошо. Гегель-то отдельный разговор. Но сам факт, что в данном случае в чем состоит? Что вот есть у нас созерцание. У нас... Есть сознание или я, да? Пока мы говорим про сознание или я, в некотором смысле, что это два симптома одного и того же. Непонятно, как приравнить. Я есть сознание или как тут между ними, какое отношение. Пока мы говорим, что вот они относятся к некому одному сущему, да? Я и сознание. Смотрите. У нас сознание выступает в двух способностях. Способностях созерцания и способностях мышления. И очень важно, на самом деле, чтобы сознание не было мышлением. Потому что если сознание уже есть мышление, то есть если я уже есть мышление изначально, то никакого созерцания нет. Тогда это просто некий выверт, да? Что якобы есть какое-то созерцание. А есть просто разные формы мышления. Есть форма мышления в виде созерцания. Есть форма мышления в виде чистоты мышления. Все. Главное, что различие между созерцанием и мышлением, оно же, в принципе, идет каким-то образом параллельно различию, фундаментальнейшему различию между вещью и понятием, вещью и идеей, вещью и идей. То есть, если созерцание равно мышлению, если мы только мыслим, то действительно все есть мышление. И как бы ничего, кроме мышления, нет. Ничего внешнего. Вообще внешнего ничего нет. Внешнего ничего нет. Это основная проблема, которая потом возникнет у Фихта, между прочим. У Фихта как раз основная проблема возникнет с тем, что он скажет, что нет ничего, кроме Я, и что все есть некие наковения этого Я. То есть, почему Я вам приравнивать к мышлению? Все есть мышление. Откуда возьмется это нечто внешнее? И его философию постоянно разрывает противоречия. Я это к чему веду? К тому, что на самом деле это не просто плохо, потому что получится... Да, ты правильно говоришь, противоречия. То есть, это не просто плохо, потому что получится так достаточно скучно, вот как бы есть только мышление, есть вот эта вот сфера субъективности и все. А это плохо, потому что вот это различие вещи и понятия, вещи и идеи, связи отца и мышления, оно, собственно, и порождает философию. То есть, мы различаем вещь и мысли о вещах, там, не знаю, вещь какую-то тот же Кант, да? Все различают, самые интересные. Да, разными способами. Придумают какую-то вещь. Но, тем не менее, все стремятся все это отождествовать тебе. Что интересно, что вначале лежит некое различие между чувством и мышлением. И, в принципе, все это понимают. Ну, вот если сейчас перейти немножко к Гегелю, да, чтобы это понять, да. Но Гегель что делает? Он говорит, что чувство – это иная форма существования содержания. Есть некое содержание, да, общее для чувства и мышления. И, как бы, в правильной форме это содержание должно было быть мыслимым. А в чувстве оно имеет, типа, вот, как бы, инобытие, как он говорит. Что интересно? Инобытие. То есть, есть две формы существования содержания. Не истинные. Не наоборот, заметь, да? Да, да, да. Не то, что там, как бы, бытие, а здесь инобытие. И вообще, он там даже договаривается в одном месте, там, в цикле философских наук, до того, что это чувственность, чувственное – это вообще ложно, понимаешь? Оно там текучее, оно вообще неправильно. А что правильное только истинное – это только умышление. То есть, истина мира, как бы, да, она содержится в мышлении. И вообще, я говорю, мышление, там, он уже доходит до чего? Откуда у него берется вообще тотальность мышления? Вообще, потому что мышление есть везде. И в созерцании, и в представлении, там, и даже в переживании у него мышление есть. У него мышление пронизывает все. Она является некой тотальностью, и ничего кроме мышления нет. Но мышление внутри себя различено. Чем оно различено? На форму. То есть, мышление выступает в форме созерцания, в форме представления, в форме восприятия, в форме рассудка, разума, самосознания и прочее. То есть, иначе говоря, мышление, как тотальность, проявляется в различных формах. Вот так договариваются. И всему этому основанием является, в принципе, отождествление сознания и мышления. Потому что, если посмотреть его феноменологию духа, он начинает же говорить о том, что есть многообразие форм существования сознания. И, казалось бы, вот все здорово. Вот только, речь идет только о сознании. Но, в итоге, что получается? В итоге, у него оказывается, что истина содержится только в конечной какой-то форме. Ами в форме мышления. Все. То есть, все вот это развлечение, оно оказалось как бы не истинным. Оно как бы снялось в результате этого движения. И пришло в некое конечное состояние, в котором все превратилось в мышление. То есть, в абсолютную идею, если можно так сказать. То есть, абсолютная идея у него нечто мыслимое. И вообще, у него абсолютная идея является Богом. Бог есть как бы вот эта тотальность мышления и все. И мы как бы полностью покинули, как бы полностью элиминировали из рассмотрения созерцания. Оно осталось как не истинный какой-то там случайный момент, который снятый. То есть, оно присутствует в виде снятого момента и все. А проблема-то как раз состояла, состоит в том, чтобы дать возможность. Помнишь, мы с тобой говорили, как высказать то, какое мышление тотально, как можно вообще о чем-то высказывать и как его можно, как можно что-то, что не мыслиться, высказать. И всякий раз, когда ты направляешь туда мышление, ты его делаешь мысль. Так вот, единственный способ, каким существует то, что не мыслиться, оно существует в связи с целью. То есть, оно существует в переживании. Вот в нашем многообразии, да? Переживание, о котором мы говорили, в том числе и переживание самого себя, да? Это переживание, в смысле как переживание, вообще чувства там разнообразные. Разнообразные представления, воображения и созерцания. Ведь сюда же относятся также данные искусства, религия сюда относится. То есть, многообразный сложный опыт, который полностью в философии эллиминирован к чему? К мышлению. И религия же вообще договариваются из-за того, что религия и искусство – это и частная форма философии. То есть, у них как бы уже есть истина, да? Но эта истина представлена в неистинной форме, да, в форме представления. Так вот, что важно? Важна тема, это аж здесь, что важно? Вот смотрите, если мы говорим о том, что сознание и мышление – это не одно и то же, тогда у нас получается следующий вилка. Есть собственность тотальность сознания. Потому что тотальность всё равно есть, только тотальность – тотальность сознания. Причем это сознание понимается не в психологическом смысле, да? Ему не противоположно никакое бессознательное. Вот это надо понимать. Я почему-то как бы некоторых своих этих забывал это высказать, и люди могли неправильно понимать, что такое тотальность сознания. потали сознание это на самом деле тотальность я вытатались вот это вот снидеть потому что как одним опять же симптома в сознании является вот свидетельствами я долго думал со знаниемkm мы же говорим что сознание тоже действует как даже говоря только употреблять сознала тотальность как так как действует сознание но свидетельствует не приходит поход ни о Boht чтобы там опыт Чувства, или, там, опыт переживания сознания этот опыт светительствует. Точно так же, если опыт этого мышления происходит, сейчас тотальная сознание объединяет две способности. Это чувственные способности, вот этим единым единым основанием сознание с одной стороны чем-то похоже на мышление а с другой стороны чем-то похоже на на переживание что внутри себя есть как в каком-то отношении переживать проживание самого себя и она объединяет две почвы то есть 2 2 способности она согласна если говорить авторском языке она является вот эти процентальной схемы есть способ каким образом понятие всеобщее мышление может накладываться на созерцание то только благодаря то есть общая почва сознания то есть тотальности сознания инкт expo сознание проявлять себе самостоятельность мышления созерцание то есть мышление 초냁 보니까 functioning процессу оточно и переживание то не выражение представления ведь где присутствует курс воксaros или папской ощущения приятных переживания чувства если я говорю во всем этом И тут что самое главное? Что мы возвращаем миру всю его полноту. Не получается какая-то односторонность, как у Гигеля, какой-то логицизм. У Гигеля же в буквальном смысле получается некий логицизм. Он всю многообразию опыта свел к мышлению. И понятно протесты, допустим, людей, которые занимаются искусством, или религиозно верующих людей. Ну как так? Получается, что нет ничего, кроме мышления. И более того, и Бог есть некая тотальность мышления. Все стало мышлением, и все остальное тем самым превратилось в нечто ничтожное. Если ты занимаешься искусством, это если ты рисуешь, если ты сочиняешь стихии, это все ничтожность. Вот, надо заниматься только философией. Единственный смысл человеческого бытия, в принципе, единственная деятельность, которая оправдана, это только философия. Она является системой наук, она является истиной, и прочее, прочее. То есть философию он поднял, как бы поднял на недосягаемую высоту, тем самым, как бы, за счет чего? За счет того, что просто полностью унизил все, что базируется на чувствах, все, что базируется на созерцании представлений. Если мы теперь, как бы, говорим о том, что есть единственная тотальность сознания, и говорим, что мышление это есть только частная способность, а именно способность всеобщего. Вот, мы говорим о том, что вот есть мир, да, в этом мире есть аспекты единичности, аспекты, которые постигаются чувством, созерцанием представлений, есть образ, да, а есть, как бы, аспекты всеобщности. В самом мире-то, вот, какие-то отношения, да, вот, чем занимается наука, она высвечивает в этом мире вот эти аспекты всеобщности. Вот эти две способности, они и существуют, как для того, чтобы мир брать в свои целостности. Одна способность стремится взять ее со стороны всеобщности, а другая способность со стороны ее единичности. Причем обе способности важны, потому что со стороны такой способности, как всеобщность, развивается наука, а со стороны единичности развивается, во-первых, наши личные переживания, религии, искусство, образы, все, что связано с человеческими отношениями. Вообще, понимаешь, со стороны всеобщности ведь не важно, на самом деле, где предмет находится, место, время, все это становится неважным. Важны просто какие-то общие законы. А тут становится важное время, место, все становится вашим. Некая единичность, уникальность событий становится важна. И если заметить теперь, то с какой стороны Гегель-то критиковали, как раз единичность социалисты, они и критиковали его с этой стороны. Но нету тотальности логического, нет такого. Вот этот логицизм, это же ошибка, на самом деле. Только они не могли понять, где она кроется. Расцепить сознание и мышление надо было. Расцепить внутри самой системы. Причем это вот критика, которую мы осуществляем, она является внутренней критикой. Это не так подошли к сказали Гегель, ты не прав. Нет. Некая внутренняя критика. Потому что на самом деле, я же говорю изначально, что единство самосознания или тождество субъекта реальное. Вот я, как единичный, я остаюсь равный себе. И логическое единство понятия, то есть понятий у меня много, и каждая из них, она представляет себе некое идеальное, как ты говоришь. Только некое понятие. И применимо ко многим случаям, ко многим единичествам. Это разная вещь. Я не есть понятие. Если бы я было понятие, то все. Сразу мы впадаем либо в философию Фихта, либо в философию Гегеля. И все. Все становится логически. А теперь, что тут еще важно. Вот на самом деле, с позиции, опять же, Канта, если вернуться к Канту, насчет того, что Кант пытается обосновать свое применение понятий. Если получается так, что сознание и мышление – это не одно и то же, и есть единство самосознания, или, как он говорит, единство о перцепции, и единство понятий – это не одно и то же единство, то получается, Канта не может доказать, что понятие, которое является априорным, применимо ко садисцами. Все, вся философия повисает. Он не может этот переход сделать. Ему никак его не сделать. Раньше он как делал? Он говорил, что единство вот этого самосознания и единство понятия – это одно и то же. Понятие почему применимо? Потому что все подчиняется единству самосознания. Все становится моим опытом. Оно подчиняется этому единству, а это и есть единство понятия. Все. Понятие потому применимо, потому что все подчиняется единству самосознания. Но на самом деле ведь это единство самосознания, конечно, есть. И все подчиняется единству самосознания. Этот факт у Канта неоспоримый. То, что он замещает это, это как бы действительно делает ему честь. Но, тем не менее, он понять это перейти не может. Потому что надо теперь доказать, что единство самосознания и единство понятия – это одно и то же единство. То, что понятие – это нечто другое, они имеют в своем основании логическое единство, а единство самосознания – реальное единство. И этот переход невозможен. Именно поэтому априоризм, в принципе, он повисает в воздухе. В принципе, если мы изначально считаем, что понятия возникли не из опыта, мы их не можем никак применить. Получается некий произвол. Ну, допустим, понятия наши, а как их применить? Непонятно. Это все равно, что там, как бы, я не знаю там. Не, ну только если не какая-то, знаешь, воля к власти наша начнет нами двигать и применять. Ну, то есть у мира вообще никакой своей воли нет, получается? Да, ну, если, как бы, полностью, так сказать, захватим, не просто система отчета так мягко, да? Ну, как в матрице, как в матрице. Если только вот как в матрице, то есть в воображении в каком-то таком, то, наверное, до этого можно уже мыслить. А в реальности, как бы, в реальности все-таки есть некая собственная воля мира, да? Вот то, что Кант называет вещами в себе. Оно же все-таки более-менее сопротивляется нашим возможностям. Есть какие-то наши познавательные возможности, да? Но почему они должны согласоваться с тем, какова воля мира, да? Как устроены сами вещи сами по себе. Ну, да, да. Я понимаю. То есть, если бы просто речь шла о понятии, ну, если бы, как у Гегеля, понятие, так сказать, набрасывается, там, предмет сопротивляется, понятие меняется, предмет меняется, ну, как-то так. Именно так, именно так, если есть движение понятия... А если она априорная форма, она же, как бы, не движется туда, она вот какая есть, такая есть, вот форма пространства или форма, там, времени, причинность, вот. Все, как бы, она, так сказать, либо подошла, либо не подошла. Вот. Я что хотел сказать по поводу вот этого двух способностей сознания, да? С одной стороны мышление, с другой стороны переживания, там... Какая неспособность сознания, способность субъекта. Субъекта, да. Ну, ты так говорила. А я сказал способность сознания? Ну, потому что ты видишь... Нет, ты просто, как бы, мышление включил в сознание. Тут вообще непонятно, как мысль, как вот говорить. Способность ли это сознания, способность ли это субъекта. Пока непонятно, как... Я просто хотел, вот, как, по-другому переформулировать. То есть, мне кажется, что проблема классической философии в том, что, вот, у него, как бы, вот этот субъект или сознание гиперактивен. То есть, он исключительно активен. Он, ну, понятно, как бы, субъект совершает акты. Вот. Активность исходит от него и только от него. Он никогда не претерпевает. Особенно философии. Это просто философии. Это просто невозможно смотреть. У философии субъект просто прыгает, понимаешь? Он постоянно набрасывается, что-то делает, делает, рвет. А как бы, а все остальное, действительно... У сухихи в жизни такой же. Об этом и речь, да. А все остальное... Сам тоже активный был в жизни. Все остальное, как бы, ну, может только, ну, может быть, сопротивляться, да, как-то. То есть, ответная реакция может быть, ну, когда ты на вещь давишь, она, как бы, претерпевает, и она может сопротивляться. Да, вещь, да, неспасивен. Да, он полностью пассивен. Да, вот я... Еще и податлив. Ну, да, и податлив, да. Так вот, я и хочу сказать, что, может быть, как бы, положительным шагом было бы признать, вот, как бы, активно-пассивный характер сознания. Что мы не только, как бы, собственно, там, набрасываемся на что-то, не только, как бы, обращаем свое внимание, там, и так далее, да. Не только набрасываем эти понятия, каким-то образом оформляем мир и прочее. Это все, как бы, вот активность наша, да. Но в то же время мы и претерпеваем, мы, как бы, вот свидетель. Что такое свидетель? Он же не активен. Он не является субъектом акта, в том-то и дело. Почему нам нравится это слово? Потому что он, как бы, просто, именно воспринимает, да, но воспринимает в смысле принятия в себя чего-то, что, как бы, вот, так сказать, само по себе себя ему дает и говорит, прими, вот, не спрашивая. Это, так сказать, это не его, ну, то есть, во всяком случае, это не его инициатива. Вот у свидетеля инициативы нет. Он просто, как бы, вот, так сказать, свидетель. Впрочем, это то, что ты говоришь, это оправдывает искусство. Ведь в любое искусство это что-то поносилие, что ли, в любое искусство это некое принятие, да. Ты, как бы, что такое, как бы, ты же не насилуешь формы что-либо, да, ты, как бы, перенимаешь. Вообще говоря, искусство даже понимается, как некое вдохновение, да, то есть, как будто бы что-то принятое извне. Тут, вот, я же, как бы, заметил сейчас, что, на самом деле, я не просто пытаюсь, как бы, критиковать классическую философию, я же заметил, что я пытаюсь, как бы, фактически оправдать всякого рода искусство и любви. Потому что, ведь, с чего начал Канту? То есть, ты начал с того, что сказал, что, ну, если так говорить грубо, да, что Бога нет, как бы, нельзя доказать, что он существует. Ну, то есть, и потом он там выражался в такой форме, что религия приделал только разум и прочее. То есть, на самом деле, в каком-то смысле, о, какой первый вот атеист, да, он, как бы, как-то, с рациональной точки зрения, да, вот, если рассуждать здраво, как бы, невозможно доказать бытие Божьего, да, и все. А, понятно, доказать нельзя, но есть, может быть, какое-то свидетельство все-таки, Бог, свидетельство. Не доказательство, а свидетельство. И это свидетельство может поступить только из области созерцания. Но, Гегель ведь что говорит? Гегель говорит, что из созерцания, как раз вот в энциклопеде философских науках, там есть такое, три отношения объективности к мышлению. Три отношения мышления к объективности, да, у него есть там третье отношение, где он критикует непосредственно, критикует непосредственно созерцание, где якобы ему вступает, он и говорит, что Богу нельзя мыслить, Богу можно только вынимать, да, вот, неким чувством внутренним. То, что к вас я тогда не к месту говорил, конечно, но тем не менее, и то, что любят там наши товарищи типа Бердяева, вот, откровение. Что такое откровение? Это когда что-то к тебе как бы дается, кто-то, вот, Бог, допустим, вот он с тобой говорит, он тебе дает, он активен, он субъект. Самое, что интересно, не просто абстрактно говорит, а конкретная личность, Бог, выступает, разговаривает с конкретной личностью с тобой. Здесь есть буквально в смысле встречи, вот это встречи единичных. Это да, но важно, что тут... Не всеобщий какой-то Бог. Важно, что в откровении, вот, вроде как, в каком-то способе познания, да, вот, упомянутому того же Канта, по словам Васи, да, как-то там, пока, я не знаю, как он вообще мог это упомянуть, ну, это забавно, наверное, упомянул. Вот. Так вот, в откровении, вот эти полюса активности и пассивности просто переставлены наоборот. Да. Просто другая полярность. Нет, Канта, что, что, чем Канта прав? Действительно, после Канта, как бы, задаваться доказательством бытия Божия просто глупо. Канта доказал, на самом деле, да, при всем, как бы, может быть, кому-то это и неприятно, там, но, тем не менее, он доказал, что, что бессмысленно, как бы, искать доказательства, бессмысленно, то есть, как бы, невозможно это сделать. То есть, с рациональной позиции Бога не доказано. Ну, ведь это не означает, на самом деле, что, тем самым, доказано, как бы, в кавычках, что Бога нет. Если Бога нельзя доказать, то ведь нельзя опровергнуть, что он есть, правильно? То есть, иначе говоря, Бог – это не есть некая сущая, да, или некая, как бы, сущность, которая доступна разуму, или доступна, там, мышей. Например, что Павел это в этом отношении сделал Гиги? Он ведь не согласился с Кантом, он сказал, что Бога можно доказать. И он, это когда говорит о тотальности мышления, да, ведь он, на самом деле, это есть, как бы, такой хитрый способ доказывать бытие Бога. Он, как бы, доказывает его тем, что тотальность мышления есть Бога. Ну, согласно, как бы, вот, формуле дичатка, да, что мышление, оно, как бы, достоверно для самого себя, пока мышление есть, как бы, ну, вот, как бы, здесь важно, что, как это, именно Гигель, он же, я просто на это внимание обратил, он, на самом деле, начинает с того, что, критикует Канта в отношении возможности разума, ведь Кант оспаривает возможность разума, да, создавать синтетические, как говорит там, какие-то, ну, какое-то новое знание, да, то есть, как разум может, не имеет никакой возможности создать синтетические суждения, он может только, условно говоря, работать аналитически. И вот это вот, и он это доказывает, да, доказывает то, что разум в этих вот трех безусловных идеях, трансцендентальных идеях, это идея души, идея мира как целого и Бога, он в них, как бы, запутывается в паралогизмах, антиномиях, там, ну, а бытие Божьем просто доказать не может. И поэтому получается, вроде как, что разум, такая способность такая бессильная, да, и метафизика в том смысле, в смысле разума, да, вот, она невозможна. Метафизика, как бы, возможно, в каком-то другом смысле, в смысле вот критики самого разума, то есть, вообще, странно получается. Так вот, Гегель как раз пытался обосновать, что такая метафизика возможна, и он выступает с тем, на самом деле, что действительно, во-первых, он говорит, что душа, не имеющая в себе, ну, это, как бы, здесь, в принципе, Гегель прав, мы как-то не будем ужасно видеть, да. Вторая позиция у него состоит в том, что он говорит, да, антиномии, действительно, что разум, природа разума такова, что он выступает неких антиномий, он, в принципе, противоречит, но не потому, что это претензии, возражения разума, а это, наоборот, его достоинство. То есть, то, что Карт считал претензии, да, то, что, как бы, считал возражением, он считает достоинством, потому что Гегель говорит, что только с рассудочной точки зрения, как бы, на разум, когда смотрят, возникают какие-то противоречия, какие-то трудности, а с точки зрения разумной это нормально. Ну, он потом объясняет, почему это нормально. И третья возможность, вот как раз, что Карт оспаре возможно доказать события Божьего, а он как раз доказывает. Только доказывает, тут он очень интересно, он доказывает это тем, что абсолют, есть некая абсолютная идея. То есть, иначе говоря, безусловная идея, или, как говорит Гегель, бесконечная идея постигается только с помощью особого мышления, бесконечного, спекулятивного. Собственно, спекулятивное мышление у него для того и нужно, чтобы доказать бытие Божьего. То есть, для того, чтобы рассудком невозможно доказать бытие Божьего. Рассудок здесь бессилен, потому что рассудок, это конечное мышление, это мышление, которое набрасывает конечное, что такое конечное мышление? Это тоже важно, это не какой-нибудь морализаторский, морализаторский оценка, что там хорошее какое-то, бесконечное мышление, а здесь плохое, типа, конечное. Нет, конечное мышление он называет мышление, в котором существует некий односторонности, как сетка понятий. Любое нормальное мышление, оно является конечным. Почему? Потому что оно мыслит в понятиях, и понятия эти ограничивают друг друга. А бесконечное мышление, он называет такое мышление, при котором нету односторонности, при котором нету рядоположности. Ведь как возникает односторонность? Если одно понятие находится рядом с другим, например, сеткой категории, то если мы рассматриваем вопрос с позиции одной категории, то все остальные категории не рассматриваются. И поэтому, в каком-то смысле, у нас возникает некая односторонность и ограниченность нашего рассмотрения. А он говорит, нужно придумать, найти такой способ рассмотрения, чтобы не было ничего рядоположного. А как это возможно? Это значит одно какое-то большое понятие, которому никакие другие понятия рядом невозможно сопоставить. Так вот этим одним большим понятием он называет тотальность мышления целого. Потому что не может быть одного понятия, потому что любое понятие в дискурс входит и сразу же соотносится с другими понятиями. То есть это уже не понятие. Поэтому он говорит уже не о понятии, а он говорит о мышлении. Именно поэтому у него спекулятивное мышление это такое рассмотрение вопросов, которое берет мышление, рассматривает с позиции мышления как тотальность. Иначе говоря, здесь возникает такое интересное соответствие методов к предмету. Конечное мышление может исследовать только конечные предметы. А вот три бесконечных предмета, а именно душа, мир как целый и Бог, должны рассматриваться несколько с позиции какого-то бесконечного мышления. Бесконечное мышление на самом деле это не что иное, как просто одна тотальность мышления. Вот тотальность мышления, она одна. И он ее рассматривает. У нее три формы есть. Три формы это как бы природа, дух и Бог. Причем Бог это форма чисто логическая. Бог это как бы логика этого мышления. Она, эта логика, пронизывает с одной стороны в природе, в природе это окаменевший интеллект, и в духе она выходит и доходит в конце концов до понимания самого себя. То есть как бы в духе она совершает некую рефлексию. И здесь у нее как бы еще троичность божества, там, подходит и так далее. Но это для вопроса считанного несущественно. Существенно, что мышление у него делится на конечные и бесконечные. С позиции конечного мышления, который называется рассудком, постигается какие-то конечные предметы, а с позиции бесконечного мышления. А бесконечное мышление, еще раз говорю, это как бы все мышление как тотальность. Здесь существует только эта тотальность. осматриваются бесконечно бесконечные предметы и с точки зрения этого бесконечного мышления вот как раз и доказывается это быть и и дуржий вот в чем как бы интерес получается что философия гегеля по сути есть теология хорошем смысле слов но не обучает ли он здесь когда подмену понять да они точнее реальность подменяет опять же желаемый день бог становится же идей просто смотри что это делится бог становится абсолютно идеей правильно именно так как ты говоришь только он у него такое возражение как бы присутствует он сам себе таким способом возражает у него есть различие состоящее в том что дескать рассудок это абстрактное мышление и рассудочный бог вот как бог в прежней метафизике так это некое понятие вот как вот так а как нанизывается это понятие берется слово бог а потом в предикатах дается его содержание бог всемогучий то есть сам по себе как бы бог как бы представляет собой некий объект только которому придаются какие-то предикаты и он говорит что такое рассмотрение бога естественно неправильные именно поэтому и не удается такого бога доказать что существует это невозможно он говорит теперь что опять же он доказывает ведь существует какого бога он доказывает существует бога в виде мышления в виде одного как мышление как тотальности ну здесь что важно она действительно является как ты говоришь с нашей точки зрения вроде идеи вроде абстракции но говорит нет она не абстракция она является конкретностью почему потому что она внутри себя осознанно это имеет различие здесь пол как по из некая а как этот агрегат который включает себе предикат а тут бог является тотальностью в которой заключили противоречие и это противоречие как моменты самого бога бог включает себе развлечение и за счет этого развлечения бог становится типа конкретно то есть если что-то различено внутри себя то оно конкретно это можно понять на примере троица вот он как бы философии религии у него есть как бы это рассуждение посвященный троицу он говорит что троица это является правильным пониманием бога почему православный что ли у них тоже троица смотри вот бог троица и почему это правильное понимание потому что с одной стороны бог один по сущности но различается трех лицах то есть он внутри себя имеет различие из-за того что он не просто абстрактное одно которое включает себе возможные предикаты которые о нем высказываются а он является внутри себя один развлеченный на момент из засчета того что он различен внутри себя один и ноги он является конкретным он так понимать конкриста определение конкретности определение конкретной состоит в том что некая сущность внутри себя развит че на и это у него называется конкретностью и он и с ними это специально этот термин будет и тем самым etmek孩子 что у меня не просто какой то вот абстрактный бог прежней его физики у него вот спекулятивный конкретный бог теперь наша критика точнее как то что можно высказать в качестве критики дело в том что этот конкретный да бог он все равно идея всеобщим а как он будет с тем богу настоящим личностью который как ты говоришь выступает в откровении он ведь критикуют это созерцание все свое мышление у него вообще невозможно пробиться богу в единичестве просто невозможно но если мы различаем сознание мышление тогда мы понимаем вас делать часов somob может выступать непосредственно чувствуешь то есть тогда вот есть некое сознание свидетельствовать того чтобы во внутреннем чувстве религиозном особом чувств думать напряжения предлłada были очень поичего других состояний который доступен настоящему верующему человеку человек подымать сможет богу не в мышлении а другой способности способностей чувства вот есть некая чувство религиозного удобно заниматься кстати гегелем между прочим возражали на самом деле с этой страны. Был такой якобы, и он и говорил, что у Бога невозможно. Через мышление невозможно подниматься. У него можно подниматься только через чувства. Ну, по крайней мере, странно было бы, если бы это было возможно. Потому что ну, Бог вообще у него стал абстрактным. Не, 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 ну, то есть это просто чисто исторически было бы странно. Вот смотри, все религии, они как-то так немножко сторонятся же рассудочности, разума, да вообще. Вообще разума, даже не рассудочность. Они говорят, так сказать, что мышление и способность мыслей там это не первое добродетель. Знаешь, что самое интересное? И не обязательно. Самое интересное, что вот есть же неоплатоники. Вроде бы гейтель должен был знать неоплатоническую философию достаточно хорошо, потому что все-таки это разработано такая сложная философия. И там же последним выводом неоплатоников служат, что к единому, ну это в нашем понимании, ну в крестьянском понимании Богу, да, можно восходить только чувственно. Понимаешь, получается так, что если мы восходим к нему с помощью разума, да, то есть с помощью размышлений, мы постоянно делим моменты. Единое надо войти только с помощью чего-то одного. Если мы постоянно размышляем, мы как бы различаем одно и другое, одно и другое. Мы тем самым не можем восходить к единому. Поэтому Плотин учил, что восходить к единому надо в каком-то возвышенном состоянии, то есть в каком-то проживании. Ему невозможно, нет, мы поднимаемся к единому через рассуждения, мы отсекаем сначала то, что не является единым. А когда уже доходим до определенного уровня, дальше, дальше ума, дальше ума, мы можем двигаться к единому только просто возносясь. Причем это возносясь, это буквально в смысле проживание, или переживание. Так почему Гегель-то должен видеть это? Почему он это не понимает? Почему он все равно свел, он же свел Бога книг и идеи? И все. Он и стал, да, эта идея в его понимании конкретно, но ведь это чисто его понимание конкретности. Ведь настоящее понимание конкретности, вот личность встретилась с личностью, два человека встретились. Каждый из этих человек конкретен, у них состоялся конкретный разговор, конкретная встреча. Вот что такое конкретность, ведь настоящая конкретность, она именно только может быть чувственная конкретность. Никакой другой конкретности не бывает. Все остальное это некие заменители. Некого рода как бы себя тешения. Ведь Геккер сам себя загнал в эту ловушку. Ведь сначала он как бы все сделал тотальностью мышления, а куда ему теперь с Богом-то деваться? Бог стал всеобщим мышлением. Все. Самое страшное, что здесь, что фактически такое понимание Бога полностью нивелирует всякое реальное отношение личности, то есть меня конкретно, в единичном Богу. Ну как теперь мне общаться с Богом, если Бог является понятием? Если Он является абсолютной идеей? Ну что, в чем может состоять? Ну мысли там. Ну мысли, да. Понимаешь, что самое еще интересное? Он же ведь свел религию, искусство, он все свел, как бы нивелировал до уровня философии. Что смысл религии и смысл искусства, содержание его и истины, и эти вещи, содержится только в философии. Ну как смысл, как истинно-чувственные достоверности? Да, как истинно-чувственные достоверности, и восприятие, и так далее. Да-да-да, именно так. Просто как бы, вот то, что называет Деррида логицизм, вот он самый настоящий логицизм. Причем этот логицизм начинается у Канта. Только у Канта, что интересно, он все-таки понимает, что созерсание безмышления возможно. Канта об этом постоянно говорит, что возможно созерсание безмышления. Только когда доходят до дедукции категории, вдруг выясняется, на самом деле, что такое невозможно, что единственное самосознание всегда уже мысли. Если это так, то иначе в созерсании оно мысли. Значит, никакого созерсания безмышления невозможно. Да. Ну вот, да. Так вот это в том-то и состоит наше возразление, что возможно. А возможно в том смысле, что сознание не есть мышление. Если сознание, которое объединяет две способности, способности чувствуя мышления, это отличается от мышления, то как бы в созерсании оно выступает безмышлений. Может выступать безмышлений, может мышлений не выступать, а может без. То есть, на самом деле, если в думаться, вся, даже современная философия, например, из знаемых нами философов, многобицев, он ведь это тоже не понимает. У него сознание и мышление это одно и то же. Сознание мышления одно и то же у Игоря Данила. Я с ним разговаривал, он говорит, да Гергорий, ты никогда это не различал. Я до некоторого времени не различал сознание мышления. И вообще, это различие почему-то странным образом присутствует в языке у всех, у немцев, у французов, у всех присутствует. И тем не менее, все объединяют одно и другое, оттяженностьюляет. Это же странно. Казалось бы, если мы доверяем языку, даже вот отбросив все доводы иологически, берем просто доводы и феноменологически. Например, это истинность языка. Мы говорим, что язык сам по себе уже реальность как-то расчленяет согласно каким-то различиям, реальны, которые не просто придуманы, а реальны. не, ну это не совсем феноменологически, ну, хайдегерианский такой, да? Хайдегерианский, хорошо. Он уже поздний хайдегер, как бы не совсем он феноменолог. Что язык дом-бытия? Да, это уже поздний шаг. Поэтому это не... Из феноменологии, то как это появится, сам подумай. Это скорее уже просто как раз... А феноменологии это не возможно? Не, я тебе могу сказать. Это скорее как раз вот поворот какой-то пассивности. Понимаешь? Язык дом-бытия это значит, давайте доверимся языку. Как активный субъект, как классическая немецкая философия может довериться языку? Как ты? Понимаешь? Не, ну у Гигеля есть интересный переход. Я вот помнишь, мой феноменолог-дух-то еще. Ну да. Как он объясняет, что как бы надо перейти к всеобщему? А потому что, дескать, язык-то в себе всеобщий. И он не может никак единичность, и которую мы им понимали зафиксировать. Значит надо двигаться дальше, эта форма еще не та. То есть, помнишь, вся проблема в чем состояла? У нас есть вот некое чувство на деле. Я помню, помню, у него там кусочек мела лежал на столе. Вот и как высказать этот конкретный кусочек мела? Вот, вот, мера. Высказать нельзя. Кто спорит? Бесконечно можно высказывать, описывать. Но это же не довод. Но что это за довод такой? И что ж теперь, если высказать нельзя, значит его не существует, что ли этого мела? Единичного, конечно. Вот этого самого реального, конкретного мела. Ведь это вот можно, не берем мил, берем бога, да? Точно то же самое. Я, человек приходит, допустим, молиться в церкви, конкретную церковь, конкретный человек, молиться конкретному богу. Никакого абстрактного. Что же, его не существует, потому что он высказать его не может, что ли? Ну это же глупость. То есть, или переживание у меня. У меня, например, есть... Бога, кстати, действительно не могут же высказать. Не могут высказать. В том смысле и не познаваем. Вот ведь в чем не познаваемость-то Бога состоит? В том, что ты можешь сколько угодно мыслить, только ты в своем мышлении все равно Бога-то не ухватишь. А он ухватывается только в неком чувстве, неком переживании, цельности переживания. Так эта цельность переживания, она в буквальном смысле невысказываема. Как ты ее выскажешь? Но если ты начнешь высказывать, ты опять с этого впадешь в мышление, в развлечение. И так далее. Тут некий круг есть постоянно. Ты опять вернешься к этому созидатся. Ну, проблуждаешь опять это, проговоришь что-то, и опять вернешься к этой, к исходному. Допустим, вот у меня есть переживания. Допустим, переживание боли. А мне что говорит Гегель? Да боль-то это ерунда же. Главное же всеобщество. Я говорю, да не, я конкретно боль чувствую. Да ну брось. Если же не может зафиксировать, то я конкретною боль. Есть же понятие боли. Да, есть же понятие боли. Брось. Если понятие боли, значит боли нет. Или она несущественно, ничтожно. Может что он буквально хочет предложить? Она не собственноциональна. А может быть для меня это наоборот важнее вот эта вот единичность и все остальное. Тут еще есть некое противление на самом деле между наукой и искусством. Между лириками и физиками. Помните, там старое такое известное предпротивление. Дело в том, что действительно, с точки зрения науки, то есть наука базируется на мышлении, все это единичность, искусство, переживания, литература, поэзии, все это несущественно. Она действительно все стремится быстро это элиминировать и достигнуть неких всеобщих формул, законов и всякого другого. Тут есть вот это противоречие между тем, что искусство стремится на самом деле зафиксировать какой-то момент, обнаружить нечто такое особенное. Какие-то формы, если даже о форме идет речь, то форма все-таки какая-то она специфическая, она заключена буквально в каких-то может быть деталях, каких-то там переходах, звуках, созвучиях и так далее. То есть она пытается найти вот это многообразие, разнообразие. А что, зачем заниматься наукой? Да это все не существует. Инификации как-то. Помнишь, я тебе всегда претензию предъявил, что ты поэт? Ну какой может быть поэт? Типа поэзия это ерунда. Самое главное философия. Философия занимается истиной, а поэзия это там чем она занимается? Там себя тишением, чтобы ходить и воздыхать. Вот я типа поэт. А теперь получается, что поэзия столь же существенна, это другая просто отрасль. Вот есть сознание, оно стоит. Оно проявляется в двух способностях. И поэзия точно так же ценна, как и наука. Ты его переловал. Самое интересное, что я невольно, получается, теперь защищаю позицию единичести. Да, невольно. Потому что разрешил сознание вышление и все, теперь деваться некуда. Понимаешь? Теперь получается, что вся совокупность жизни чувственной, которая включена, и внутренние переживания, и внешние ощущения, и искусство, образы, все столь же существенной, столь же равновеликой, как вся совокупность мышления. Бедный Булат. Потому что эти две равнозначные способности. И они обе важны. Потому что сознание и здесь, и там. И непонятно, что важнее вообще-то. И не будь одной, то не будь это другой. Кстати, о том, что ни будет одно, ни будет другой, понимал Канта. Он специально говорил, что без созерцания нами предметы даются, а мышление мыслиться. И невозможно как бы о мышлении без созерцания. Не, ну даже когда он говорит, что все, что созерцание сопровождает я мысль, сопровождает, это все равно различие-то остается. Да. Я хотел сказать, вот что важно. Хотел сказать, что это то, что мы говорим о различии сознания и мышления, это непридуманная вещь. И у Канта зафиксировано это различие. Потому что созерцание у него возможно без мышления. Нет, даже если оно... И у Гегена зафиксировано. Еще раз, даже если оно всегда сопровождается, я мыслю, даже если оно всегда... Но они все равно не равны. Они все равно не равны. Понимаешь? Ну как это так? Как это? Зачем тогда было говорить сопровождает? Понимаешь? Зачем тогда так было говорить? Не сказать бы было просто, что вот, так сказать, сознание, это и есть мышление, а мышление это и есть сознание. Нет. Мышление сопровождает. Пусть оно сопровождает всегда. Пусть как бы даже невозможно различить в конкретности какого-то там созерцания, что на стороне мышления, что на стороне как бы чистого чувства невозможно так сказать отделить ну это и невозможно все эти формы это и несущественно если само понятие этого различия есть и она так укоренено самое важное что это различие есть как на самом деле то есть насколько там каждом конкретные вещи мышления насколько в нем соответствует это чувство это уже вопрос не существует а вторичный важно в принципе что у нас есть сознание проявляется в двух способностях способности чувственной способности мышления и так устроено это важно для того чтобы понимать что такое сознание нам лично важно и важно понять на самом деле что у канта в большей степени это различие проведено хотя он все равно потом сводит созерцать от импи он же от эмпириков шоу на проза тюма причем англичан на его более в этом смысле прав чем гегель потому что гегель движется еще дальше он полностью элиминирует все чувственное он говорит что все это не истина полностью элиминирует все свой смышлению у него вообще одна тотальная смышление образуется все то есть кант еще более ближе к этому непосредственно фемиологическому не на если опять же если место истины в мышлении то конечно все чувствами не будет истину а что же надо понимать сам вместо истинно там сам это интересно что рушится тезис то тоже события и мышления ну что же суку тебе мышление понимается гегеля в том смысле что содержание мышления и содержание бытия то есть иначе что значит содержание быть я на может так сказать содержание мышление и содержание то которое вы честь чувства постигаем мир до содержание мира содержание мышление содержание мира это одно и то же содержание то есть просто две разные формы существования одного и того же содержать то есть некая тотальность до содержания который может быть скажем в логике науки логики гегеля вот эта тотальность она точно одинаково на стороне как бы мир и на стороне мыши на одна одна и та же то есть никакой специфичности как бы да вот созерцания не просто если мы размыкаем сознание мышление то тоже события мышление рушится не такой тоже нет потому что получается что в каком-то смысле мышление вторично ну скажем скажем так они может быть пересекается скажем давайте лучше будем против то что она вторично то что есть еще одна крайность юмовская крайность до империзма когда все что содержится мышлений прежде содержалось это да это понятно это другая крайность я просто хочу сказать иллюстрация как бы из эпистемологии не прямо к нам относящийся там тоже же эта история происходит сначала как бы существует какой-то наивный такой империзм и из из опыта проистекают какие-то понятия теории там научные строится и прочее потом вдруг люди как бы обнаружили что нет ведь мы когда опыт какой-то ставим простыми сейчас словами даме опыт ставим какой-то мы же таскать теоретически нагружены знаниями мы знаем что мы меряем мы знаем как так далее вот мы сдаем те вопросы которые существенно из позиции теоретической да 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 из тех понятиях тех понятиях опять же язык на котором мы говорим в виде этой теории он диктует искать то что мы увидим интерпретирует и поэтому как вот без теории как бы глупо идти в лабораторную вот но вдруг какой-то момент вот это вот отмеченный этот факт что наш опыт как будто он нагружен этим каким-то знанием теоретическим этими понятиями то есть он как бы не чист не феномологически скажем так вот настолько раздувается этот факт что делают вид как будто бы опыта вообще как бы и нет то есть что все что весь опыт как бы состоит в том что мы вот этот вот вот эту теорию каким-то образом так сказать продвигаем то есть возникает вопрос зачем же тогда вообще уже идти вот в эту ординаторскую там или куда еще да да то есть уже как бы опыт не нужен становится причем сразу в этой эпистемологии новой опять же возникли вот это возврат канту того что он то что так он говорил кадр что же так получается что в общем то в опыте как бы мы опять же сами с собой да то есть сами с собой сталкиваемся то есть нам в каком-то смысле опыт или нож потому что мы полностью находится внутри своей субъективности может какų в ней хамиться он как обоснать обосновии возможность математики есть пространство дома и чистое созидание пространства способна они тоже мы можем чистым созданием пространство создавали там CT суждение математические двигаться в чистоте это destroyed математический и все даже опыт нещМы что даже есть из ва знания да там ну там немного сложнее потому что есть вы знаники нужно ощущение добавляется но тем не менее полностью как бы все становится субъективным то что ты говоришь что опыт не нужен опять же тут некая субъективность понятая не смысле там частной какой-то эпидической субъективности осмыслить как вот всеобщего мышления все очень мышление опять же вытесняет все из себя все делает мышление на самом деле как современная наука когда говорят она на самом деле движется парадигме гигеля имеешь что у них это талис мышление там и в эту талис мышление данные опыта вступают каким образом мышление его интерпретирует втягивают себя да и как бы вставляет куда ну то есть все опять же опять же осталось тотальность я подозреваю на самом деле что гигель то в том числе и кант как бы их если может такую же ошибка состоит не в том что они отождествовали сознание мужчины а в том что для науки это так для науки вот этого частная жизнь нашей эмпирической наше переживание на наши личные взаимоотношения там ощущение искусства все это не нужно все это является несуществом с точки зрения науки а ведь они пытались обосновать науку что кант это занимался этим он же проспорта понять как будет происходит познавание что есть знание принципе это главный вопрос всей классической немецкой философии что и знание она не отвечает кант они знали наукоучением занимается фихта это знанием занимается гигель то именно научным знанием для них тогда стал вопрос очень серьезно вот прям античное время такого просто не было потому что наука не выдвинулся так да она не сталки чем-то авторитетное для того чтобы эти вопросы в принципе заниматься и поэтому чем там только не занимались это философия у них нет это занимался многие вопросы а в данном случае да наука настолько стала существенным фактором человеческой жизни что надо было обратить на него что-то писали кстати там какой-то там флаг он про любовь писал про любовь писал и это называлось философия что интересно где у гигеля есть что-нибудь про любовь да ты что там может быть слово случайно про амор там где-то пролетело и все случайно описался я вот что еще хотел сказать что смотри вот есть там такой классический разговор кто-то уже вид кенштейн он промелькнул там еще у кого-то новую классическую что невозможно как бы границу мышлению положить что-то что-то потому что чтобы положить границу таскать надо было мыслить по ту сторону границы поэтому она и бесконечная тотальность но на самом-то деле не не порочное ли это рассуждение но ведь в действительности так как ездить на тотальность мышления есть тотальность вот это вот сервисами на переживание чувства и они две тотальности граничат друг с другом и более того более того мы как бы мы вот это я она является границей оно является гранится от границы по которой они соприкасаются и министра происходит там это называется у кого это это соли этой схемы вот граница которые объединяет созисание и понятия ourstandай нас pergi на буквиона беременность на самом деле у сознание есть такое концертальности схемы которые объединяет или этот официй который я escape способом каким на датально whoever потому что нам же важно единичество ветер и себя дверь очень и наоборот в общести вывести в единичестве просто мы есть граница вот мы есть это правило вот я когда это вот вот это и есть тот разговор который хотел бы это выйти собственно видишь мы совместными усилиями и это про это нас конечно выходим на этот разговор самый важный разговор и состоит в том что такое сознание в итоге получается это некое общее основание или можно сказать границы да потому что это между нет неким неким чувственно бесспособности которых много чувств посад เ� malice открыть или зрение слух там есть там какой-то образом образ а есть там есть представление много чего ображене есть true даже до то есть это одни способность из способность мышления которые выделены на отдельно вот эти две способности на спасение способности важны но ведь должно быть некой объединяющий начал который до таких человека цель и туза эти цели мы же не просто логицисты ходим везде и только ничего не видит а там а только видишь вообще так не также происходит я вот раньше как думал я думаю как на самом деле то что вы единичности это на самом деле своего рода как бы не фантазия как сказать иллюзия на side и живем все общей жизни но все воспринимает а всеобщего стул や la netично на самом деле мы не видели за ним а в сеть в означении его соблюсе уже можете не раз απ я так и прямо и говоришь но мы живем всеобщими не живем в мире идей, я так и говорил, что мы живем, мы являемся некими всеобщими я, хотя бы про себя мним, что мы единичные, и живем в неком всеобщем мире, общаемся с всеобщими животными, с всеобщими другими людьми. И вообще, и поэтому всякая поэзия, вот это всякое настаивание на единичности, любовь, там всякие переживания, все это глупости. Надо вот в этой всеобщности что-то делать, ходить и видеть только всеобщие. Я всегда спорю, начинали я там что-то про единичность, я говорю, да ну, бросьте, это же как бы глупости. Вот давайте как бы рассмотрим вопрос всеобщих позиций. И начинал там какие-то там бросать. На самом деле, это вот есть тот самый логицизм, который берет все в односторонности, в односторонности мышления. А полнота... Это логоцентризм, что ли? Логоцентризм. Да, логицизм. Логоцентризм. Ну просто, логоцентризм это термин этого, диридая, я боюсь, что мало ли вдруг он по-другому его понимает. Поэтому я говорю логицизм. С точки зрения, что все сводится к логике мышления. Просто, ну, логоцентризм надо все-таки проверить, тут и где-то полноте свою, что... Ну, на самом деле, логоцентризм... Не уверен, кстати, что это его термин. Ну, и суть. Просто я особый друг случайно... Ну, не любитель, хотя... Ладно. Не, на самом деле, я думаю, что смысл у него термин логицизм. Понятно, да. Они с причинно-следственной логикой борются уже. Они борются уже со структурной логикой. Но в структуре, как бы, рудимент такой причины остается в виде центра структуры. То есть, как бы, есть, так сказать, центральное... А из периферии? Есть все основания. Есть центр, есть периферия. Вот. И поэтому центризм возникает. Наверное, так. Хорошо, сказать, кстати, надо подумать. Ну, ладно, смотри, в чем проблема-то. Проблема состоит в том, что если мы понимаем, что мышление это только частная способность, если мы не выпячиваем его, да, и не пытаемся все свести к мышлению, во что бы то ни стало, да. Если мы это не унижаем, да, все, что связано с единичностью искусства, там, наши личные переживания, отношения с Богом и прочее, там, ну, религии и все другие вещи, да, единичность вся форма, в том числе и любовь, да, если мы не унижаем, то получается вот некое равновесие между тем, что существуют науки, да, и они нам приносят истину, как бы, во всеобщей форме. И есть искусство, которое истину точно так же доносит в единичной форме. Только когда я говорю здесь истина, да, как бы, можно здесь больше сразу не претензий, что истина это некое понятие и прочее, прочее. Нет, именно ту истину, которую ты усматриваешь созерцально, вот есть, как бы, ее на нее надо указывать, да. Ты, как, условно, как откровение, как это выступает истина, как откровение. Ты вдруг что-то, как бы, там, про себя, в чувстве своем понимаешь. Да, не все же люди постоянно выставят. Некоторые люди, ну, например, для женщин, вообще характерно, что они постигают мир через переживания. Да? Они, как бы, интуитивно понимают, да, и слово понимают, опять же, неправильное слово. Или слово понимать надо не рассматривать с точки зрения мышления только, да. Под пониманием надо вообще всякого рода принятие, да. Принимать же можно интуитивно, в единичестве, а принимать можно всеобщим образом, через мышление. Вот, то есть, когда я обратил внимание вот на философику Канта и Гекель, то получается, как бы, что все-таки мы правильно понимали их, что вот они, эти два субъекта, не различают. Только просто это в терминах неразвлечения сознания и мышления. То есть все правильно, как бы, переход от классической философии и постклассической проходят как раз по линии вот этого разделения, разлома, да. То есть постклассическая философия восстанавливает равновесие, да. Помнишь, там вот есть у французов такое высказывание интересное, что на самом деле философия и это, как бы, тождественная литература. Ну, как-то там, может быть, не прям в таких темах. Ну, не знаю, такого не слышал, но у Деррида как раз вот логика та же, что внутри текста всякого, как бы, можно провести границу какую-то, попробовать провести границу между литературой и философией. То есть внутри, как бы, она проходит внутри текста. Вот эта граница. То есть они, как бы, перетекают друг к другу. Она подвижна, эта граница причем. Я как раз мысленно хотел высказать, что... Ну, как вот мышление... Да, философия не сводится к мышлению-мышлению, вообще, так сказать, или просто к мышлению. Понимаешь, вот у Гегеля стандартный, что такое философия? Это мышление-мышление. И все, как бы, уже вот за ним, там, постоянно это твердят. На самом деле, как бы, существует еще нечто. Да, как бы, вот, то, что философия почему-то благодаря Гегелю отбросила. И то, что очень тоже важно. Оно проявляет себя очень ярко в искусстве, очень ярко проявляется, проявляет это в этике, проявляет очень ярко. Ведь, на самом деле, этика ведь... Что сделала, опять же, философию, благодаря вот этому сведению к мышлению? Она и этику превратила в этику легоризма, в этику долга. То есть, нечто понятийное. Казалось бы, мы вот когда обсуждали, как у этих, там у нас появляются какие-то возможности, там, все-таки вывести, что этика, она вот требует некого личного участия, некой конкретности требует. У нас возникали такие проблемы. А у них что получается? Этика, этика принципов, все. Есть некая долг, там, неважно, как это понимать. Некая этика принципов. То есть, все, во всех сферах. Ну, в эстетике надо понять, как там понимается в эстетике. Просто, как бы, не изнаток классической эстетики. Наверное, ну, это можно отдельно, наверное, изучить. Ну, судя по тому, что там те же французы апеллировали к эстетике Канта, что у него как раз там какой-то разрыв происходит с его вот этой схемой. То есть, в эстетике ему приходится что-то такое. Там какая-то есть у него диалектика прекрасного и возвышенного, или что-то такое. Да, есть такое. Не знаю, только что это. Ну, да, я тоже никогда, как бы, не изучал. Это надо специально изучать, как-то там. Умеет ли смысл просто? Нам же важно, на самом деле, просто зафиксировать, в чем состоит проблематика. Как бы, и выйти, это некое равновесие восстановить. И потом, чтобы это равновесие удержать, надо просто, как бы, важно очень понять, в каких терминах это равновесие достигается. Так, чтобы просто соотнести позицию. Зафиксировать хочу какие вещи. Значит, у нас есть различия там пассивного и активного. Вот. И, точнее, как бы, смешанный характер. Смешанность. Вот, вот, этого сознания. Потому что в нем и активность, как бы, присутствует и пассивность. Значит, у нас есть различия, ну, старое различие там, бытия исущего, которое у нас тоже как-то в прошлые разы мелькало и тоже помогало нам в чем-то. У нас есть различия, сейчас вот совсем недавно что-то говорил. сознание и выживание. Ну, нет, это единство, это и реальное единство в самосознании и логическое единство понятия. А понятно, что это такое? В принципе, как-то что-то никто не меня не понимает, что о чем я говорю. Я даже, по-моему, удивляюсь. Если я есть нечто тождественное, самодождественное опыт, то тем самым, если я сохраняю свое отношение с чайником, то и чайник становится чем-то самодождественным опытом, пока я с ним сохраняю свое отношение. Его можно деформирует, может крышку снять, может оторвать какие-то его части, бесконечно деформирует, но все равно останется тем же самым чайником, тем же самым объектом, поскольку я сохраняю свое отношение с ним, поскольку я остаюсь единством и тождеством, и он также для меня остается единством и тождеством. Хотя, вроде бы, если бы я отвернулся и мое с ним постоянство отношений исчезло бы, мне бы опять его принесли, я бы уже не смог утверждать в точности, что это тот же самый чайник. Понимаешь, пока я сохраняю с ним некое единство, он остается тем же самым. Вот о чем идет речь. То есть, вот это вот мое единство диктует единство вещей. То есть, более того, вещи, потому и возникают как вещи. Что такое вещи? Это нечто единое в опыте, да, вот нечто сохраняющееся в опыте. То есть, сознание, как бы, благодаря тому, что само сохраняется, и благодаря тому, что сохраняет некие отношения со всеми другими, это воспринимает опыт уже не просто как опыт какой-то, знаешь, как хаос какой-то, да, который там кишит какой-то, да, какие-то там, сейчас это какие-то там многообразия, как-то там сменяется и прочее, да, там какие-то там среды, там более плотные, менее плотные. То есть, не так происходит, а происходит так, что сразу мир превращается в мир вещей и то, что окружает эти вещи, да. Ну, понятно, нет, просто тут столько, как бы, вопросов. Видите, то, что я являюсь самотождественным, это уже, как бы, вопрос. Понимаешь, что дело не в том, что ты говоришь, там, это, как бы, должна быть реальность опыта, вот, а не идея, да, а это уже вопрос. Согласен. Понимаешь, может быть, в каком-то смысле, там, не знаю, сейчас человек, ну, и не только сейчас, в большей степени своим единственным, не знаю, обязан тем вещам, которые его окружают. Понимаешь, вот у тебя машина ВМВ остается, понимаешь, и ты все тот же. Понимаешь, ты смотришь на нее, вот. Вот, нет, ну, какой-то там, ну, русский, понимаешь. Антон-то прах, просто с точки зрения классических классов, активность полностью принадлежит субъекту. Да, 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 я и говорю, так это, это, это активный центризм, понимаешь, что такое, если можно такое произносить. Дело в том, что ты прав совершенно. Непонятно на самом деле, что реально едино. То ли мы остаемся единым просто потому, что вокруг мира остается единым, да, а мы просто в этом единстве постоянно, как бы, зацепляемся за него, да. Мы как бы, как на полутипе. Собираем, да, 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 мы собираем и остаемся теми же самыми. На самом деле, такой код мыслей, он ведь равносилен. Что кому единство-то придает? То ли мир придает нам единство, и мы собираемся благодаря тому, что мир собран, да, и мы тем самым собраны. То ли мы на самом деле едины, и поэтому мир собираем. Даже видишь, много же, как бы, разных вариантов. Есть, как бы, чистая вот самодождейственность и единство, так сказать, ничем не обязанное, никакой активности. Есть, допустим, субъект, который не един, не самодождейственность, но он себя собирает. Какой-то у Мордашвили, там, или у этого, там, Пруста, да, вот, собирание субъекта. Вот он себя, как бы, собирает. Но это тоже, допустим, его активность. Вот. Но при этом, как бы, ему еще надо себя собирать, оказывается. Это уже другая история. Вот. И тут, когда он себя собирает, он как раз, там, эти все печенья, там, еще что-то, вот, они ему помогают. Ну, вроде как, это все равно его активность. Третий вариант, когда вообще, как бы, так сказать, он не собран, и... И это, может быть, даже не его активность, то, что он формируется снова. Кстати, давайте поговорим по поводу этого, действительно, про реальное единство самосознания, поскольку до сих пор я, как бы, считал, что как будто бы это данность опыта, и как будто бы понятно, что это такое, как бы, ну, на самом деле, это вроде понятно, но реально, если им, как бы, приблизиться к этому феномену, не все так просто. Потому что этого единства, оно не является феноменологическим единством. Ну, если оно не является содержательным, начнем с этого. Оно не является содержательным, точно. Оно является, в каком-то смысле, мы с миром так связаны, что не происходит так, что единство только на одной стороне. Если бы было так, то было бы, конечно, нам-то очень просто. Либо сказать, как, условно говоря, какие-то наивные реалисты сказали бы, да, мы потому едины, потому что мир там никуда не изменяется, он более-менее стоит на месте, и мы там, типа, просто приспособились, знаешь, как животные, да? Жили-жили, эволюция там какая-нибудь, туда-сюда, мир стоял-стоял, раз-раз, и у нас там какие-то конструкции внутри там что-то поменялось, жидкости перетекли. Мы развиваем продвинутый реализм, неореализм у нас, концепция, или он уже был. И благодаря этому, как бы, получилось так, что у человека выработалась такая способность, что он теперь, как бы, вот мир сохраняется, и он эта сохраняющаяся часть мира себе, как бы, тоже как-то содержит в виде вот сознания, да, то есть сознание, оно как бы возникло благодаря тому, что вот в мире были вот некие структуры сохраняющиеся, и они вот благодаря этим структурам существуют. Это первая возможность. Так, а вторая возможность состоит в том, что действительно, там, знаешь, человек же хочет, как бы, на себя слишком много взять, и он, человек, какой-то, был такой хаос мира такой, да, все разлетелось вокруг, и вдруг выступила форма, да, вот, человек такая, прям, форма горделивая такая, вот она всегда была, она, во-первых, вечная была, она была вечная, а во-вторых, идеальная, постоянная, она, вот, она выступила, и все вдруг стало, привелось в порядок. Вот как Анаксаго рассуждает, ум выступил, да, и все, как бы, привел в порядок. Был хаос, выступил ум, и все стало упорядочено. Ум, ум, нус, нус, выступил нус, и все стало упорядочено. Вот так же рассуждает Наговица. У него же ведь тоже так же. У него на стороне мира это хаос. Мир вообще-то это такая вот, просто полная пассивность. Он даже сопротивляться не может у него. То есть, видишь, я как-то несколько раз пытался навести, говорю, а как же там насчет того, что мир-то все, у него своя же воля какая-то есть, он там, он, условно говоря, там, твердый, там, он, как бы, там, имеет определенного рода характеристики, которые не трудно поменять. Не-не-не, мир полностью подчиняется нашей форме. То есть, наша форма выступает, и полностью мир подчиняет. А мир такой раз, прям, вот он весь такой из себя мягенький, и весь такой, прям такой, добренький. Он просто сразу раз и вступил, и полностью никаких противоречий не возникло, что форма вступила. Это вторая возможность. На самом деле, мне кажется... Но это главное, что, понимаешь, это даже, я говорю, это плохо не с точки зрения того, что вот этот, как бы, вывод, он какой-то ложный. Это просто скучнее. Ну, как бы, это обедняет. Если у нас чистая активность, а там чистая пассивность, если нет вот этой смеси, как бы, активно-пассивной, она, как раз, усложняет жизнь. Ну, не ради же мы усложнения. Не, ну, ну, нет, ну, то есть, это просто больше похоже, так сказать. Больше похоже, больше похоже. Я тоже согласен с тем, что все простое, она подозрительна. Как-то, если, когда все, все говорится о том, что мир это хаос, а сознание приводит его в порядок, это все кажется сомнительным. Помнишь, потому что это слишком просто? Пришел Нус, и все приводит в порядок, а потом налетел Гнус, и Нус беспорядочно забегал. Но не меньше от Гнуса. Потому что у Гнуса на одну букву больше. Мы вот это буквы больше. Знаете, какое одно из возражений, это Гегель Канту, какое было, с чем состоит? Оно простое, это ужас. Что существует органическая жизнь. Дело в том, что Кант ведь, как рассуждает, он говорит, что пространство время там, а не является субъективной формой. Понятие субъективной формы. Хорошо, вот, пожалуйста, тебе животное стоит. Оно тоже пространственно. А что, ну, субъективное пространство? Как он смысл-то? Ну, животное пространственно, пространственно. Кто пространство животным предал? Мы предали пространство животным. Но это же глупость. Он самостоятельный организм, у него есть свои цели. Он как бы организован. Он такое же сложное существо, как и человек. И поэтому возражение... Он уже как-то, так сказать, ориентируется в пространстве. Да, это возражение. Растительная и органическая жизнь. Есть возражение философии Канта просто окончательное и убийственное. Это даже нечего сказать больше. Это раз. Второе возражение в чем состоит? Насчет понятий. Ведь как Гегель возражает Канту? Он говорит, что род, например, род кошачий. Это и есть понятие. Живое понятие. Вот род кошачий, вот кот. Он, конечно, единичный. Но кошачий, кошачий, это понятие род. Именно вот кот единичный. И вот этот род существует как живое понятие. И поэтому понятие я на самом деле... Вот. Понятие не есть нечто субъективное. Понимаешь, почему? Потому что существуют рода растений, животных. Существует человеческий род. И все эти понятия реально живые, настоящие понятия. И поэтому понятие не обязательно, по крайней мере, не обязательно приорно. Вот это два возражения Гегеля. Но главное, что нет. Главное, что у Гегеля получается, видишь, он как бы вот из какой-то, опять же, вот этой сферы внутренней, имманентной там субъективности. Вот. Ну, с точки зрения Канта, да? Понятие выносит туда, вовне. Как бы вот в нем понятие. Ну, вот если род, это и есть понятие. Живое. Да, живое. Ну, тоже живое понятие. Понятие там, это как идеи этого Платона и Эйдоса Аристотеля. Которые как бы вечно... Нет, не так. Не так. Это скорее как форма Аристотеля. Ну, форма. Форма Аристотеля. У него также реальный форма. Да. Ты смотри. Ну, я и говорю. У Гегеля ведь и человек живое понятие, и государство живое понятие у него. И народ у него живое понятие. У него, на самом деле, Гегель понимал... Он же как говорил, вот то же, что бытие и мышление он понимал в буквальном смысле. Не так, как вот ты думаешь, что там, что мышление там все равно на одной стороне. Он буквально говорил, что вот мы вот ходим и видим понятие. Вот ходячие понятия. Это человек ходячие понятия, народ ходячие понятия, государство. Все это живые и настоящие понятия. они прям буквально в смысле воплощены. И Бог, у него ведь тоже не просто абстрактная идея какая-то абсолютная, он точно так же воплощенный живой Бог, живая абсолютная идея. Точно так же. То есть он понимал то, что бытия и мысление в том самом настоящем смысле, что все мыслимое, но только мыслимое с позиции не субъективного, а всеобщего, оно все в буквальном смысле есть, в буквальном смысле воплощено. Объективный идеализм. Он называет его абсолютный. Он объективный идеализм, все правильно, но это как бы он считал не слишком достойно его, а у него абсолютный идеализм. То есть потому что он считал, что Кант это субъективный идеализм, он конечно объективный идеализм, но не просто объективный, он еще идет дальше, потому что он доказывает бытие Божие, он абсолютный идеализм. Для него вообще я так понял, что все-таки христианская Европа была, очень важно было как-то с богом проблему решить как-то как сказал что нельзя доказать бытие божие все как бы расстроились особенно но не все как бы многие расстроились как-то бога нет его что и вот он как бы на самом деле вернул бог то есть свой это статус статус того что есть только я считаю что он вернул его немножко не правомерно потому что мне казалось что вот якобы какой-нибудь который бога видел в религиозном чувствует это непосредственно созерцать именно внутренним усмотрением говорили что богу и не восходит не с помощью понятия то что понятие всегда конечно с помощью как бы некого переживания мне кажется более будь близок истин причем на самом деле что интересно для егеля эта позиция якобы настолько была важна что он с ней так много и везде дискутирует он вас раньше не понимал в чем смысл-то там чувствуешь каким-то якобы кто это такой вообще понимаешь а для него настолько важен потому что он его противоположность что-то доказывает бога как абсолютные идеи и ты действительно этот бердяев очень любил этого якобы и постоянно не усылался я в свое время же когда начинал заниматься философией читал как раз все это помнить вот и якобы в том числе тоже у меня даже по-моему где-то книжка есть черная может кто такой я собираю нет я так и не купил какой-то ну как бы религиозный философ философ да ну то есть оттуда вот на это имеющие которые в математике не нет 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 как бы церковной среды насколько тематики я купить как это будет есть так вот смотри там еще важную какую 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 ведь говорит что не просто таскать чувство бог-то постигается а что как бы истина а чтобы до добраться надо как бы ну какие-то свершения там делать я не знаю на основе очистить сюда лучше то есть этика приплетать сам подумай если как бы истинно логическое ну надо просто мыслить надо и ты до нее даешь и до мыслишь до нее вот допустим гейгель до чем это же наглость да это могут можно постичь обыкновенным размышлять но это наглость да и наглость в том отношении еще что тебе как бы не нужно так сказать но быть хорошим не нужно так сказать как-то не просто с точки зрения древних это назвал хюбрис понимаешь хюбрис это как вот как бы не то что не просто наглость а как вот такой неуважение такой вызов потому что надо то что считала что богу надо же приходить как спасает бог бог не познаваем трансцендентен как потому что не можем это понять не только бога я просто говорю вот там решение получается что в истину понятия истину проще как бы просто истинного равна бог ну да но вот суть в том что истина если она такова что ее достаточно как бы что ли не можно добраться мышление вот говорят эти товарищи вот то зачем вообще вообще нам пока истина она как бы недостаточно возвышен то есть ты должен как бы страдает чтобы добраться ты должен как бы как-то там этические выборы какие-то правильные дела то есть ты должен стать там не знаю чем-то совершенством понимаешь и тогда как бы вот так сказать она откроется и прочее а если так сказать это можно записать как математическую теорему на бумажке на человечество не ну просто нету тогда можно как бы вся щас любому безнравственного подлицу истину эту открыть понимаешь он может прочитать где-нибудь у гегеля и как бы узнать а как же это так вот как вот ты хочешь сказать что какой смысл тогда было в том что святые пытались стяжать так сказать и но у того что он не стоит подвижничество да да окажется надо было просто мыслить понимаешь ну как математики или ерунду занимались да да спасались это так да да они спасались они помогали другим а надо было просто сесть как бы и подумать все и подумать да все эти подумали они постами они уже нет 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 можно более того как бы главное что и не будет препятствовать твое безнравственное поведение вот что попашь может гигель там воровать не знаю там подсиживать там профессуру какой-нибудь правда наверное вряд ли ему это необходимо было в общем все что угодно может делать понимаешь но он же обладает уже абсолютной истиной как же так да но это немного морализаторство это морализаторство да но они такие ребята да если брать по сути ты прав потому что для единичных людей вся их единичная жизнь бесконечно важна нет у хайдеггера как бы это немножко по-другому да у него как бы говорится про какой-то там искать про то что надо истинно быть понимаешь чтобы так сказать в истине быть чтобы ну короче ты не узнаешь истину в смысле познания да а ты в истине можешь существовать а вот как вот быть в истине вот эта задача кстати уже категория же различает экзистенциалы и категории два же региона бытия получается есть регион который под категориями есть ребенка который патрица как они у нас относятся просто по полностью границы разбитые все что я не знаю как бы вот почему-то это выхватил из экзистенциалы а я вот как-то и даже как вот как отдельные вещи не ну а как это существенно раньше никаких никаких экзистенциалов не было более только категории все сущие не делилось на два региона дозайн и прочие сущие которые подручные а теперь получается некий 32 разбита все суть все совокупность мира разбито на два региона никакое единство невозможно в силу того что ты принципе принципиально непроходим и так спрашивали да вообще говоря экзистенциалы это те вещи которые необходимы в аналитике бытия дозайн это правильно это как бы категории но в отношении да это значит что это значит что если мы занимаемся во первых несущим а бытием а во вторых не бытием вообще а бытием дозайн его конкретно способом бытия способом бытия человека короче вот только если мы занимаемся способом бытия человека нужно вот это вот так сказать система экзистенциалов вот поэтому она не имеет никакого отношения допустим к познанию сущего который познается в категории она также не имеет никакого отношения к познанию бытия допустим какого-то абстрактно сущего вот как классической философии но на личного как он называет потому что это тоже как бы другое бытие другой способ бытия а вот как бы в сфере вот это вот бытия в мире там есть как будто это присутствие есть подручный и они тоже как бы бы действуют как бы через него вот то есть у них бытие в мире это единый единый некий феномен и эти экзистенциалы они одновременно как бы алипан ну понятно то есть там там вещи короче сколько это сказать что вещь там как бы уже и не вещь таскать но вся идея состоит в том что и это сущий такой сущий как дарает принципиально отличается от таких сущих как подручный это все поняли не нет как они это нет еще раз ты путаешь подручная и вещь важно то что и ну вот классические объекты вещи вот в этом бытие в мире становится уже не вещами а вот именно подручный вот это различие важно то есть было как бы вещь сама по себе вот ее классической философии рассматривают чайникам предикаты там категории и так далее вот а тут она стала как бы она втянулась понимаешь в этот мир а вот как связаны категории из салай типа то есть на самом деле благодаря из социальных и категории как-то деформировали что вообще нет ну не совсем но экзистенциальные сущие потом они перестали быть вещами стали они они деформировались но еще раз экзистенциалы для бытия это я по категории для сущего не просто не то есть объяснил все таки нечто просто между есть дети получается два региона они не 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 является непроходимой пропастью почему потому что да то что вещи да представляете более шаг варьбер вас представления о подручном более того то есть у него то как у него наоборот то у него вот мы как бы находимся это быть и в мире вот у нас подручное но мы можем деформировать свое отношение к этому подручному и начать на него просто глазей как мы говорим и вот тут когда мы просто глазеем она перестает как бы быть так сказать подлинном виде для нас вот чайником так сказать из которого пьют и становится просто вещью объектом и тут возникают категории вот мы начали как бы так сказать его созерцать именно это очень очень важное как бы различение я почему-то думал что он всю полноту классики оставляли то есть все таки он это переход классики это неподлинное существование ну что-то типа там то есть это одна из возможных причем возможность которая как бы ну как бы такое падение до падения и который еще и предрешено вот который опять же как-то он показывает как ему из этой природы вот это вот проистекает почему вот оно должно пасть вот в такой как бы созерцание просто в каком-то смысле категория как раз 1 который в классическую философию излагает именно по какому-то другому стиле но вообще-то поскольку наворотил да вот на на ровном месте как бы напридумывал каких-то там дистанциалов еще чего-то были предшественники нича какие горки эти гожем она как раз завязали что в философии киркегора всегда же говорят о том что она противостоит логицизму же на самом деле не принимал генели именно за то что у него все свелось как никого и куда же делись у этого эстетического лежит вся философия киркегора она же катике и эстетики силой потом пытался защитить вот эту единичность и от единенного субъекта да вот его какой-то внутренние переживания этические эстетические прочее вот он пытался в этом на самом деле работать может быть не понимал почему он это делает он как бы интуитивно чувствовал что что-то вот в этом логицизме есть неправильно вот в этом тотальности мышления на котором было все сведено ведь в это действительно на самом деле если вдуматься с точки зрения как ты говоришь там неинтересности неинтересно здесь все есть мышление как вот так все как бы есть просто жизнь настолько красочно да в своем многообразии вот там единичный дух получается что все это как бы или это нечто несущественно нечто неважно что надо важно как это является все очень надо все это редуцирует и всеобщего во всеобщем типа вот на хасапо содержится истина паузу или что и хватит не знаю как это просто можно двигаться дальше все стопы трестиком можно попробовать я чему а вчера мы же остановились вот на каком еще вопросе на пупу по поводу начали обсуждать его заболтали по поводу того что такое единство самосознание так вот если самосознание можно понимать как единство которое нам извне как бы не то что навязывается как бы доказывается что когда что она дается да дается мы как бы сами себе мы пост удерживаются мы конечно сами пытаемся себя сохраняем но мы удерживаемся в этом сохраняем благодаря тому что все подручно если теперь говорится словами ходить это не обязательно да она не говорится а можно понимать и было как вот как всегда в классике понимал что единство самосознание самой снега единство для этого стоит в этом мире да как как форму и все остальное как бы должен подчиниться этой форме так вот действительно есть некий срединный вариант когда и мы не всегда удерживаемся в позиции бесконечно как бы сильной такой формы и мир не всегда на самом деле остается себе равным вот есть некая как вот такая игра что-ли да и вот он ты делал вот я не вставлю да это проблема то основная наша в чем в том что мы должны обязательно как-то атрибутировать либо мысили либо миссии либо мы активны либо мира и так далее нам очень трудно нам очень трудно как а зачем это делать можно просто говорить о том что вот есть некая цельность опыта так мы говорили дальше и в этой цельности опыта как-то есть не просто есть же опыт где мы действительно сильны есть опыт где мы активны есть опыт где мы собираем где мы настаиваем где мы набрасываем это все вся совокупность он есть это факт и как бы иначе бы все эти философы совсем бы фантазерами предстали для шока вообще есть также где-то же и наша слабость правда это где-то наши и только слабость физиологическая в принципе как убил по своим и мир становится активным наоборот во первых мы смертны наше это уникальное так сказать и вещь на так сказать форма да она кажется еще иногда и умирает ну да мы кстати уже как-то там обсуждали там всякие вот эти ну ну как сказать боли 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 например там эту кратковременную память там и так далее когда можно взять сон сознательное состояние всякого рода но анекдоты там есть бред после пьянки много чего я тебя не знаю но я тебя кобрею не но это я к тому говорю что вот это вот единство да и почему сразу гегель и как переходит к всеобщему единству естественно они хотят избавиться от всех вот этих странностей обыкновенно эмпирическое сознание это мышление может ошибаться ну как это же как-то глупо ошибаться сразу перейти к всеобщему же она не ошибается и все и забыть уже все эти частности оговорки вот это все что связано с некой психологии все что связано с тем что человека граничит что он смерть и в конце концов надо все от этого как-то и элиминирует потому что мы типа занимаемся наука все это несущественно но на самом деле для человека это все это существенно вся вот этот совокупность единичного в том числе и то что ты смертен в том числе и то что ты спишь иногда иногда болеешь вот у хадиггера это как бы проходит конечно в каком-то виде но мне кажется он все равно как бы в некой всеобществе удерживается но если уж совсем до единичности доходить туда до что получается тогда надо вообще как бы обозревать свою личную жизнь также тоже нельзя что то ну естественно но опять же вот нам надо постараться вот избежать вот этих крайностей или поспешных какие-то поспешных решений удержаться только допустим конкретности единичность ну почему вдруг настаивать на том что сознание активно или наоборот пассивно почему то есть постараться как бы быть реалистами тут опять видишь это же все что ты говоришь это навязывается языком всегда дается дилемма либо активно либо пассивно и ты должен ее распределить между участниками советской событий тебя всегда так происходит что ты должен что-то высказать теперь ты будешь что есть некая ценность опыта и в этой ценности у меня но извини было я тут с тобой не согласен как только мы говорим на просто что сознание и активно в некоторых опытах и пассивно мы сказали нечто более того мы даже сказали как бы нечто новое по отношению к классе да мы никак бы не расписали и не можем объяснить почему она иногда активно почему пассивно когда она активна вида пассивно в каких отношениях внутри все это происходит но все-таки на что-то высказали ну как бы сказать не говоришь вы смешаны я не говорю что про я не вообще не против из делали это просто мне иногда сдается создается впечатление что кто мыслит то мыслит язык я же вопрос такой задавал или мы сейчас может мы говорим 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 о все это некие осуществление возможности просто языка то есть мы конечно же единичные личности да там мы единичные сознания пытаемся о чем-то там додуматься но кто мыслит конкретно мы конкретно мысли как единичные все-таки язык просто его осуществлять свои возможности он может одну сторону осуществить может другую сторону даже если мыслит как бы язык и и всеобщая мыслить ну и пусть мысли в конце концов мы только что-то говорили что мышление так иначе по гегелю эта сфера всеобщего именно так ну и пускай она будет за этим всеобщим у нас все равно остается сознание сознание желаном что может сделать она может либо созерцать усматривай до свидетельства либо может мыслить каком-то смысле мы мышление же гигель то прав мышление то есть некая способность которую мы свободны что в сердца не попроединился мою опять это отклонились просто трудно понять что еще можно сказать про это есть это единство на самом деле если брать эмпирического субъекта но не не столь стабильно как кажется не столь понятно что это непонятно что является и если может такой все его причины хотя не знаю имеете тут отношение какой-то причины или нет можно только высказать то что как он таким то образом есть нечто да вот что как бы делает них как бы не то что прям застывшим каким-то таким одним как бы он не он не мелькает мир все-таки представляет собой книга структурированная целая не хаос некий порядок есть вверх-вниз да как бы есть какие-то законы там есть как растение животных фонгере он представляет собой нечто что как вы говорили древние представить собой космос то есть но за буквально смысле угрожу у хайдеггера да у него как бы мир предшествуют вещи вот этому подручную то есть мир как целая вот этот вот как система смыслов она предшествует конкретному отдельному смыслу если мир есть мир смыслов так то естественно как бы смысл не существует сам по себе он всегда так сказать ну как и понятия в некой системе в некоторых системе мне вот кажется как раз феноменология она ведь вопрос несколько поставил по-другому что сказала что понять это с априорной формы тут как бы в принципе как бы получается что наука должна умереть да и то что есть довольствие тем что есть тем понятиям которыми есть а если все-таки существует как бы некие аспекты всеобщей аспекты самого безотносительно каких-то понятий наши если можно создавать понять буквально смысле как весь их можно как бы из империи как-то изымать в виде того чтобы некие аспекты реальности которые являются всеобщими просто называть то присваивать им имена то что я называю маркировать если маркировкой как можно осуществлять совсем другая история это означает что надо выйти в опыт да и попытаться на самом деле не просто мыслить исходя из того что ты уже имеешь а именно языковые возможности понятия и возможности мышления а исходить из того чтобы попытаться зафиксировать а как на самом деле есть это на самом деле да ну заметь вы видите как бы на протяжении веков так мы шли не поняли именно то что человек как бы выходит искать ими начинает там действовать смотреть там общаться не знаю наблюдать размышлять обобщать вычленять и вот он накапливает какую-то мудрость наш опыт и на основании этого опыта и мудрости что-то там вещать вот там старте какие-то умудрённые так далее минут как категория возникнет на самом деле это в судебной практике ну да да ты говори не будем повторяться вот но суть в том что он не сидел там где-то так сказать в своих мыслях на всю дорогу и чисто из ума что-то извлекал и да главное что даже вы просто живя вот ну так сказать тоже такой бытовой расспорт замечаешь вот в молодости не думал что так что жизнь чему-то научит что жизнь изменит обстоятельства не знаю какие-то какие-то повороты там судьбы что они действительно тебя меняют и ты как тебе казалось что ты так сказать из своих мыслей все все измыслил и уже таскать к окончательным металлодом пришел и раз вдруг стал мыслить иначе причем не потому что логически к этому пришел а потому что что-то тебя куда-то подвину правильно именно поэтому какой-нибудь конфидитель те сказали именно поэтому выбросили печку субъекты рассматриваем вопрос всеобщих позиций потому что вы слишком как бы ненадежно бытовой так нет надежно наука должна заниматься только всеобщностью типа этого может быть вот поэзии искусство пожалуйста так нет важно не то что вот у меня изменились какие-то мысли я и поэтому они ненадежны мы же не про моим а мы говорим про то что а вот сама идея субъекта с ними субъекта ну что вот сама сама эта ситуация изменение мысли она-то всеобщая она так касается не только меня но и тебя то есть короче эмпирический субъект вот это что же как бы некая история некое понятие которое можно разрабатывать то что эмпирический субъект эмпиричен изменчив это же утверждение понимаешь это утверждение я понял я понял ты хочешь понять что как как можно было вводить эмпирический субъект какие бы характеристики его можно было придать то что самое понятие субъект я с ней нищет и всеобщим как бы было бы любопытно как бы можно было бы одновременно тоже то что называется единичность нет причем это тоже как бы все это единичность что же понятие да как бы оно как понятие оно всеобщее поэтому нет никакой проблемы здесь можно как бы спокойно заниматься просто улавливать какие-то опять же всеобщие вещи так сказать а может проблема состоит в том что мы вообще противопоставляем всеобществе единичности чувств的orenц может быть и в этом мы сейчас начинаем как бы думают что воду в гигеля тепла всего я снова надо передать в его доход это тоже ошибка это как недавно может быть как бы вообще у кого то эти противоположие спроса не так осматривать вопросы так как он есть истории серьезность боку всячески всеобщий есть знаешь 15 ведь это не существует ведь это существенно ведь зачем нужна гигэлю всеобщество с помощью всего вести он доказывает на самом деле что несущественно Нет, вот пример, допустим, смертность людей, это всеобщая вещь, это касается всех, я говорю бытовым языком, понятно, что это неясный феномен и так далее, но конечность человека, это всеобщий его предикат. Но это не значит, что когда мы говорим, но при этом мы как бы, когда пытаемся конкретное, вот это единичное сущее человека описать, мы говорим, вот он конечный, мы как бы действительно говорим всеобщий какой-то, опять же, предикат, всеобщий, это же неплохо. Поэтому я и говорю, что возможно, вот это вот противопоставление всеобщего единичного, оно само запутанное, оно как бы, если мы будем в этом противопоставлении двигаться, мы постоянно будем сталкиваться с... Ну, как и в противопоставлении, так сказать, активного, пассивного. Да, мы будем постоянно попадать в некое, как бы, будем заложниками этого дискурса, в котором есть единичное всеобщее, это активное, пассивное, и все это важно. вообще поэтому я и говорил что очень важно как бы поработать на самом деле даже с языком с методологией потому что если бы мы рассуждали причина-следственного дискуссия что всякое действие имеет причину мы бы сейчас везде бы искали причины понимаешь вот есть сознание а в чем у него причина понимаешь искали бы какое-нибудь бессознательное и прочее то есть как бы вот занимались бы не теми вопросами которые касаются сути дела также и здесь возможно как бы нам надо не то что прям какие-то новые понятия просто буквально смещение просто попали в смысле как бы надо как-то сдвинуться куда-то другую сторону понимаешь и как бы как это как делает постмодернисты постклассический философрикат публицина перебросить Деррида они попытались биологические какие-то понятия там резомы и прочее применить в отношении философии что на самом деле там что развитие есть на самом деле не дни в отборке полу непосредственно как работе его расцвет и его ивелитор они указались тем хорошо как говорится с полук и единая как бы источник все остальное копарателек ответвляется 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 можно понять развитие в таком смысле как тире неужели это будет и ведь не даром на самом деле 3 рок рок понимать сильно костей образе его это если бы построить Продолжение следует...